Доброе утро! Сегодня третий день влогов. Время 9.30 утра. Просыпаемся в ушко. У нас сегодня блинчики. Офигеть, я чувствую, сейчас выхожу из вам, чувствую, так вкусно пахнет чем-то, не могу понять, что ты делаешь такое. То ли лати жаришь, то ли что. Ой, это блинчики, Лиза. Мы так, кстати, давно блинчики не ели, да? Что-то нарушаем наши традиции. Есть блины каждую неделю. Давай, почитаем книжку. Это, кстати, книжку мы нашли у нас в подъезде, короче, есть такая полочка, типа там оставляют все, что людям не надо. Ну, короче, обмениваются вещами там на этой полочке. Мы тоже парочку книжек там давным-давно оставляли. Теще не парочку, а целую кучу книжек. И я уже вторую, по-моему, книжку беру с этой полочки детская. Вообще такая классная полочка. Не надо хранить у себя дома хлам. Пошел, вынес его подъезд на первый этаж. Кто-то заберет. Берем сыновьям никакого другого наследства, кроме мельницы, осла и кота. Старший брат взял себе мельницу. Каждое утро в нашем сезоне начается одинаково. Вот с этого. Мы сегодня пойдем в детский мир, в дальний, который находится в Питере. Мы живем не в самом Питере, мы живем как бы в райончике, который прям находится рядом с Питером. До Питера можно дойти пешком, идти с коляской, наверное, минут 40, может быть, 30. А так, в принципе, можно дойти минут за 20. Мы ходили как-то. Вчера была какая-то супер скидка в детской мере. Ну, вообще, я поняла, что в детской мере очень часто вот эти вот ночи распродаж проходят, когда скидки по 90%. Я вчера купила ледянку на следующую зиму. Получается, это не ледянка, это санки-ледянка. Потом, видите, она реально очень классная. Она стоит вообще 1400 зимой. А вот вчера по акции за 99 рублей. Вы вообще представляете такую цену? 99 рублей. И там еще санки, были обычные такие санки, которые я хотела, кстати, этой зимой купить, но так мы их и не купили. Они стоили вчера 499 рублей, но их вообще нет в Питере. То есть, по-моему, в Питере уже закончились, были в Москве, по-моему. Тоже хотела купить санки. На следующую зиму 499 рублей. Вообще, просто подарок, мне кажется, какой-то. Но, к сожалению, санок не было. Хотя бы вот ухватила ледянку. Ледянка санки называется. Сегодня сходим-сберем. Вот уже заказ готов. Скоро будем ложиться на первый дневный сон. Сейчас немножечко приберемся. Лиза поспит свой первый дневный сон. И мы, наверное, пойдем уже туда. На сегодняшний день у нас опять серый, видите? Солнца нету. Все. Солнечные дни в Питере закончились. У нас перекусик перед первым дневным сном. Сделала Лизе тарелочку фруктовую и будем кушать блинчики еще. Происходит просто какой-то кошмар. Потому что Лиза поспала всего лишь 15 минут плюс-минус. И просто орет без остановки. Орет так, как будто бы опять что-то болит. Как будто бы опять температура поднимается. Ничего не понимаю вообще. Я только что пыталась ее снова уложить. Вообще с ней ни в какую просто не укладывается. Она вот уже чешет глазки, закрывает глаза, уже практически засыпает. Но потом просто отпускает грудь, отворачивается и начинает плакать, плакать, плакать. Сейчас Даня сказала, что попробует сам ее уложить. Но что-то мне плохо верится. Когда ты отец девочки. Лиза, а можно узнать, что это было за 20 минут Каура? 60-й. Лиза, одевай носочек. Одевай. Молодец, почти правильно. Одевай носочек. Смотрите, как делает. Оп, и на ножку. Молодец. Уже знаешь, да, куда надо носочек одевать? Просто кошмар. Мы идем для нас. Вот так. Вот будем в руке. Я не знаю, что из этого выйдет. Но пока не очень все. Но это единственный способ не слушать эти истерики. Мне кажется, что Лиза сейчас уснет. Потому что я так что дала ей грудь. Видите, засыпает. Пока мы спускались в лифте, она чуть-чуть поела. Сейчас свежий воздух такой. Она хоть может быть поспит. Потому что вот этот вот сон. 15-минутный. Или сколько им? 20-минутный первый. Который, да? Сон был у нее. Это вообще не дело. Ну все, собственно, ребенок в отрубе. Я бы, конечно, дошла до фикс-прайса. Она у нас получается вот примерно вот там. Только надо туда налево повернуть. Но я не знаю. Я боюсь, что если она проснется, я не знаю, что с ней сделать. Потому что у меня с собой коляски нет. Посмотрите, как я выгляжу. У меня уже Лиза наполовину сползла. Я, кстати, не знаю, сколько уже времени прошло. Но она уже достаточно. Мне кажется, долго спит. Полчаса уже точно прошло. Я, кстати, сходила без фикс-прайса. В фикс-прайсе ничего нет. Я ищу подарок бабушке нашего Марта. Думала купить ей какой-то плед. И она просила еще мусс для волос. В итоге сходила еще до Лубки Радуги. Такой магазин косметики, кто не знает. И купила там мусс. Хочу сейчас найти где-то плед. Но мне кажется, я уже не найду. Поэтому, наверное, закажу в интернете. Расплана Яндекс.Маркет. Там такая прекрасная просто девушка была. Которая так тихонечко говорит «Здравствуйте». Отдала мне тихонечко вообще товар. С Роман засунула. Я сейчас закатала плед. С Роман засунула этот плед в пакет. И так тихонечко мне отдала. И такая «До свидания, до свидания». Я думаю, вот бывают же адекватные люди. Которые, ну, видят, что нужно помочь. И действительно помогают. Так. Ситуация на сегодняшней прогулке. Лиза до сих пор спит. Но, наверное, я уже не пойду. Потому что там, оказывается, мне пришла канистра 5-литровая геля для стирки. И, наверное, я его забрать уже не смогу. Вообще, вот так вот я сейчас сделала. Нельзя делать. Надеюсь, меня слышно. Тут такой ветер. Типа нельзя одевать ребенка в комбезе в Эрго. Но у меня сегодня безвыходная ситуация. Поэтому так получилось. Мне кажется, Лиза уже скоро будет просыпаться. Поэтому мы подошли к дому. Сейчас будет распаковка. Теперь у нас новый плед. Наконец-то. Почему-то мы постоянно забываем про такие вот вещи. Штучки для дома. Типа новая постельная, плед и так далее. Я думала, займусь этим, когда мы переедем в свой дом уже. Очень хотелось. Новый плед. Такой он прям красивый. Мне такой понравился. Стоило, кстати, 600 с чем-то рублей всего лишь. Короче, у Лиза температура. Вся горячая. Ну такая, я думаю, где-то 37-8. Примерно так. Все пяточки горячие у нее опять. Как так? Я вообще не понимаю. Либо зуб. Либо... Ну я не знаю даже, что это может быть. Потому что у нее недавно была температура. Три дня. Ужин сегодня вот такой. Курочка. И салатик. Ну просто. Не знаю, будет она вообще сейчас есть не будет. У тебя, наверное, аппетита-то нет особо даже. Я тебе столько положила. Привет, айка моя. Я думала, ты уже в ночной сон легла. А нет. Время 10.10. Она проснулась. Я не знаю теперь, во сколько она пойдет в ночной. Но мне кажется, что раз она себя не очень хорошо чувствует, то, наверное, через час. Вот, собственно, ледянка Санки, о которой я вам сегодня говорила в начале этого влога. Правда, она должна была быть красного цвета, но почему-то нам дали вот такого. О, купили еще салфетки в детском мире. Точнее, Даню купил. Вот, она стоила 1400. Мы ее купили за 99 рублей. Офигенское вообще. А, еще, кстати, вот Даня забрала своего образца. Буковки. С днем рождения. Подготовка к дню рождения у нас, видите, идет полным ходом. И вот такой вот топпер в торт. Я хочу чистый белый торт. И просто ставить туда вот такой топпер. Думаю, еще, может быть, добавить зеленушку. Ну, в общем, такой минималистичный, можно сказать, торт хочу. И вот такой вот гель новый попробовать решила. От этой фирмы Септелит. Вроде так называется. Никогда еще не пробовала. Он вообще прям поприятнее. Такой-то цене был. Что-то 500 рублей или даже 470. Что-то такое. Вроде как детский. Подходит для каждого. Вот написано. Ну, а сегодня снова сырнички. Я хотела что-то прям такого вкусного. Поэтому сделали сырнички. Сегодня 7 марта. Время 11 часов вечера. Я ему говорю. Даню. Дари подарки. Он только что ходил за подарками, пока мы спали с Лизой. Ну, точнее, Лиза спала. Я не за подарками ходил, я ледянку забирал. Угу. И за подарками ходил. А что вам подарить надо? И спрятал, короче, эти подарки. Ты знаешь, что в шкафу подарки? Ты уже видела. Ты же все нашла. Ты специально ходила, наверное, проявлялся. Значит, все-таки купил подарки. Ты видишь, что сам спалился, Даня? Ты спалилась, когда ушел с собакой, ты тут шастала. Я знаю, что они в шкафу, потому что ты достал короб с полотенцами и поставил его под сушилку. Значит, логично, что подарки в шкафу. Дари сейчас. Я не доживу до утра, Даня. Давай, ты их подаришь сейчас, но мы как бы представим, что сегодня еще надо... Так, девочки, уже утро следующего дня. Я до сих пор не дописала концовку этого влога, потому что вчера у Лизы была температура. Она себя очень плохо чувствовала. Ну, такая она была, знаете, вялая. Не прям плохо, конечно, ей было, но... Вечер вчера получился такой достаточно очень скучный. Я просто легла ее укладывать. Лизи на волосики. И в вечерине я уснула. Вот и все. Поэтому уже утро следующего дня, я решила дозаписать концовку и уже начать снимать новый влог, который вы увидите завтра. Мне, кстати, девочки очень часто спрашивают по поводу прикорма. И я, честно говоря, даже не знаю, что мне отвечать на эту тему, потому что у нас как бы все стабильно, все как бы понятно. Я, честно говоря, не очень понимаю, что конкретно вы хотите увидеть, потому что у нас как бы, Лиза, есть обычную еду, такую же, что и мы. Обычная домашняя еда. То есть это сырники, там, блинчики, пюре, мясо, суп, макароны, рис, греча, рыба. Если мы ее готовим, там, да хоть что вообще. То есть все, что едим мы, то ест она. Единственное, я ограничиваю ей фастфуд. То есть максимум мы можем дать картошку фри, то там в небольших количествах штучек 5 максимум. Майонез, кетчуп. Если только мы готовим, там, курицу под, знаете, там, под майонезной шапочкой с сыром и с помидоркой, то, ну, тоже как бы, да, получается, что даю ей майонез. Ну, очень в таких прям количествах. И чаще всего мы делаем либо майонез с сметаной, либо просто сметаной. То есть как бы соль, сахар я не ограничиваю ей. То есть если мы готовим, например, блинчики, то иногда добавляем туда сахар, иногда не добавляем. Всегда по-разному. По-настоянию. У нее всегда это зависит. И Лиза тоже ест сахар. Это нормально, ничего в этом плохого не вижу. Еще по поводу грудного скарливания тоже был вопрос, как вообще совмещать ГВ и прикорм. Для меня это абсолютно две разные вещи. То есть сейчас в ее возрасте, ей козик, она прикладывается в груди примерно раз в полтора часа. В лучшем случае раз в два часа. В худшем случае вот сейчас она болеет. И прикладывается, конечно, чаще. Намного чаще. То есть это где-то раз в час. То есть она спокойно завтракает, обедает, перекусывает, все, что ей надо. Но к ГВ это вообще как бы никак не относится. Допустим. Вот вам приведу пример. Мы присыпаемся в 9 утра. Она прикладывается к груди. Не надо его. Папа там. Давай сейчас пойдем к папе. Где-то примерно в 10 мы уже завтракаем. И примерно вот в 11 она прикладывается к груди. Да. Уже после завтрака. То есть мы уже давно-давно позавтракали. Где-то вот в 11 утра она прикладывается снова к груди. То есть я никогда не заменяла там один прием пищи грудного молока на прикорм. То есть для... Ну, как бы это... Как по мне, это неправильно. Как бы никого не заставляют делать так, как я. По мне, грудное вскармливание это не то, чтобы еда. Да, для нее. Это как минимум контакт с мамой. То есть я не очень понимаю, как можно, например, на завтрак там дать 100 грамм каши и 100 грамм молока грудного. Ну, к примеру, я говорю, да, сейчас я не кормлю конкретно по времени ее. Там не усчитываю, да, что вот она сегодня ей приложилась к груди. Значит, ей теперь нужно где-то в 12 минимум приложиться к груди. Нет, она сама как бы уже... Ну, я уже понимаю, что как бы ей нужно уже приложиться к груди. То есть такой момент. Конечно же, кормление не так часто. В ее возрасте это нормально, что она прикладывается раз в 2 часа. Поэтому пока что как-то так. Надеюсь, я понятно объяснила. В плане прикорма вы мне просите, кстати, показывать часть, что мы кушаем. Я вроде как показываю. Часть всего завтрак у нас стоит и яиц. Потому что Лиза у нас любит именно вот яичницу, омлет, творог. Кстати, тоже мы иногда едим кашу. Я очень люблю на завтрак, но в последнее время мы ее редко готовим. Потому что Лиза вообще никак не признает кашу. Ей вот именно не нравится консистенция вот этой каши. Поэтому пока, думаю, подожду. Чуть позже буду заново предлагать ей кашу. На обед это либо суп, либо вообще абсолютно любое домашнее блюдо. На ужин то же самое. Либо там какой-нибудь салат можем сделать. Ну, в общем, обычная самая еда. Если мы дома не приготовили, мы можем сходить в кафе и взять что-то там. Даня назовет уже завтракать. А что мы будем завтракать, узнаете в следующем влоге. Поэтому будем с вами уже прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел этот влог до конца. Ставьте лайки, ставьте комментарии. И увидимся уже с вами в следующем влоге. Всем пока-пока.